Белорусская система ховы здоровья признанная одной из лучших в свете. А заработки медиков амаль досягнули среднеевропейского узровня. Про это кажут чиновники и государственное телебачение. Но почему тогда белорусские лекары съезжают за мяжу, как и они сами оценивают уровень медицины в Украине, что на самом деле отбывалось и в больницах подчас первой хвали коронавируса. Я, Арина Малиновская, про это мы поговорим с инсайдерами в сегодняшнем выдаче, щиро кажучи. Были люди с травмами внутренних органов, в том числе облагали еще прямой кишки. У нас были дни, когда оно сумирало до 10 пациентов. Белорусская система ховы здоровья признанная одной из наилепших в свете. Маулял, про это свечить глобальный рейтинг безопасности здоровья, по яким Белоруссия заняла 40-е место из всех краин. Мы нашли этот рейтинг. И саправды, Белоруссия вошла в топ-40, а лет только поводли одного критеру – лечения хворых и обороны медработников. У агульным рейтингу наша окраина размастилась только на 108-м ратку за 195-ти, побольше с Пакистаном и Кубою. Неже за средние складальники рейтингу оценили узровень подрихтованности Белоруссии до раннего выявления и передухиления эпидемио. Причим, это было еще до коронавируса. Невысок международные отмысловцы оценили так само мясцовое финансование медицинских программ в рамках международных домовленностей. У еще один рейтингу, который оценивал якость системы охоты здоровья медиков и обсталявания, Белоруссия заняла четвертое место. Правда – с конца. Рейтинг индексу охоты здоровья был опубликован буйной международной базой известок «Намбеев» в 2021 году. Тобок уже после того, как свет столкнулся с коронавирусной инфекцией. Дорогодно на эту оценку повплывало ставление белорусских уладов до ковида, бо у тем же рейтингу годом ранее наша окраина была значительно высшей. Займала 59-й родок из 93-х. Чтобы занизить статистику, можем просто не обследовать тех пациентов на COVID-19. У нас для диагностики еще используется компьютерная томография, у нас еще используются очень часто сирологические методы исследования, когда мы определяем антитела в крови к возбудителю по-хорошему, и в том числе по нормативным документам Минздрава, мы можем ставить диагноз, имея любой из критериев. Но какой из них пойдет в регистрацию, опять же, знает только тот орган, который регистрирует. У нас это Центр гигиены и эпидемиологии, куда стекаются все экстренные извещения о выявленном случае коронавирусной инфекции. Дальше они подают на уровень облздравов, Минздрава, и уже принимается решение о публикации окончательной статистики заболеваемости. В первую хвалю ковиду белорусские представники УЛАДы и Державные медиа трансливали, что коронавирус не страшнейший за иншие хворобы. Моглядь, еще не померло столько людей, кольки за год помирают от того же гриппу на пожарах и УДТЗ. Паника страшнейшая за вирус, сказали и они. Пока свет сходя на локдаун, Минздраве тлумачило, что в Беларуси в этом нет потребности, потому что айчинная система ховы здоровья справляется с наплывом хворых. У нас есть достаточно большое количество стационарных учреждений здравоохранения, которые могут переварить даже ситуации типа пандемии COVID-19. То, чего не хватало в странах типа Италии, Франции, Испании, там, где большой наплыв пациентов был, и не было фактически куда их хоспитализировать. Приходилось там разворачивать дополнительные койки в спортивных залах, задействовать стадионы и так далее. Вот это наш плюс. Возможно, это количество вне пандемии избыточно, и мы его не очень рационально используем на самом деле. Это тоже как бы дополнительная затрата на систему здравоохранения. Но когда случаются экстренные ситуации, это нас спасает. Первой официальной охвяры коронавирусной хворобы в Украине стал заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич. И он помер лета с 31-го цыковика у 75-годовом взросте. Смерть вядомого актора прокомментировал Лукашенко, отзначивши, что окромя COVID-19 у мужчины были и иншие хворобы. И, мол, на вождь татуи в уголе ходил по улице усталым взросте. Дашка актора у гуторцы знамя распавела, что первый тест на коронавирус у Виктора Дашкевича был отмолным. И только когда батько стало совсем дрянно, медики диагностировали у его COVID. Я просто думаю, что мы просто были все не готовы до этого. И люди были не готовы, и система, ну, самая главная система была не готова. Я просто памятую рассказы матери про то, как они трапили в эту больницу. Там была больница не специализованная, а кожевен-диспансер, одна из больниц кожевена, и она была перепривирована под легочных хворых. И они трапили туда. И вось мать рассказывая, каже, была женщина, у якой были вот эти ковидные судороги, якая, ну, падала, тратила притомность, падала просто по сяродке лидора. И она рассказывала, что это уже потом. Мы бачили вот этих докторов, там, летние у химзащитцы, там, у костюма космонавтовых и так далее. А тогда не было элементарных сродков обороны. Тогда женщина просто у маски, ну, что такое маска супрать ковиду? Ну, мы теперь у всех разумеем, что это, это, конечно, надо помогать, но не до такой ступени, когда ты подхопливаешь человека без притомности, с подтвержденным ковидом и не сешь его на сабил палату. Я не веду, что за разными урочами. Я не веду эти живые они. У Беларуси неведомая колькость медиков, померлых от ковиду. Наши суразмовцы признались, что не верят и огольным известкам Министерства ховы здоровья об смеротности от коронавирусной хворобы. Игорь-то, больше, который недавно съехал в Россию, а ранее працевал у первой Минской клиничной больницы анестезиологом-реаниматологом, летостью липени признался медиам, что за день только у ихной реанимации могло быть 3-4 охвяры пандемии. После такой заявы ее начал тиск сбоку кировництва. Пришел главврач, в присутствии заведующего отделения, вручил мне мешочек с монетами. Суть в том, что я высыпал эти монеты, там было 30 рублей по рублю. Я просто позвонил медицу, сказал, что есть, возможно, факт дачи взятки. Приехал в следственный комитет, изъяли все эти деньги и забрали моего главврача с собой на допрос. На допросе он рассказал, мне пришел протокол допроса оттуда, где он четко рассказывает, что он, наверное, решил меня проучить и принес мне 30 рублей в качестве налоги с 30 серебреньками. Интересно, что с начала пандемии повод для Минздоровья за день от коронавирусной хворобы не померло свыше 11 особов. При том, что огромная количество дженых захворелых тягом пандемии вагалась. А еще для сравнения. В Панаме и Греции на начале пандемии огромная количество захворелых ковидом была приблизительно такая же, как и в Беларуси. Но количество померлых отразляется. В нашей стране их не было в 2,5 раза меньше, чем в Панаме и в 4 раза меньше, чем в Греции. Вот я работал в реанимации плюс-минус в Российской Федерации, такая же, как у нас реанимация. У нас были дни, когда она сумирала до 10 пациентов в одной реанимации. То есть можно, я думаю, переносить такую же статистику на Беларусь. Я думаю, что ее реально можно умножать не на один, не на два, я думаю, скорее всего, даже не на пять. Все же это понимают прекрасно. То есть не может статистика быть 9-10. То есть по статическому анализу это невозможно. Белстат Дагэтуль не опубликовал известок об агульной смертности в Беларуси за 2020 год. Опошняя доступная статистика есть на сайте ААН, однако и там же обмежеванная червенем. Выникает, что в паравнании с другим кварталом 2019 года колька смерти повеличилась на 5605. Таких высоких лежебов у Беларуси не назирался у опошней 40 годов. С момента, когда ААН введет такую статистику. Занижение заболеваемости было изначально по причине того, что проблема пандемии COVID-19 как таковая отрицалась. И когда уже ее признали на высшем уровне, когда уже о ней стали более открыто говорить, стали показывать вот тот комплекс мер, который принимается в реальности. Он принимался с первых дней пандемии, просто он не афишировался в полном объеме. Это привело к тому, что возникла ситуация, как мы теперь начнем показывать реальную заболеваемость, если мы изначально ее занижали в угоду высшего руководства. У послевыборчей перед, коли медики сутокнулись с массовым наплывом потерпелых от гвалта и сбоку силовиков, им пришлось опрацовать свышеурочно, не только на праце, а и пазаей в хатах. Речь об том, что люди навод с серьезными травмами не ждали свертаться у державные установы, откуда, как они остерогались, их могли выдать назад тем, от кого они потерпели. Наши суразмовцы так само расповядали, что наибольшь сбитых демонстрантов часом не отвозили на окрестина, каб не афишовать ихных травмов, а покидали у разных частках города. Явгения Тачицкая, якая працует у державных психиатричных диспансеров, расповядая, что заворот у державные установы, один из распаусюдженных страхов у ейных пациентов. Они боятся обращаться к кому бы то ни было, к травматологу, не знаю, к терапевту, к психиатру, к гинекологу. Люди боятся и не обращаются, и именно это огромная проблема. В государственную с тяжелыми вообще не приходили. Наверное, это жутко звучит, но как бы синяки у нас сейчас в стране не считаются чем-то тяжелым. Вот, приходили с синяками, приходили с скорее какими-то моральными пытками после задержания. То есть люди, у которого серьезное повреждение мягких тканей, у которого там переломы костей, тяжелые сотрясения, что они не обращаются. Они обращаются в волонтерскую помощь, ну, те, у кого есть средства, иногда обращаются в частную. То есть были люди с инвалидизирующими травмами конечностей, были люди с травмами внутренних органов, в том числе влагалища и прямой кишки. Были люди немало с черепно-мозговыми травмами. По водле фонду медичной солидарности после выборов с политичных мотивов звонили около пау сотни работников охоты здоровья. Руслана Бадамшина по водле офицейной версии за то, что он спозднился на працу на 2 годины после выхода с Жодзинского СИЗа, где отбывал административный арест. Решение обзвольнения приняли на сходе администрации, но сам Руслану появлено, что с оправданной причиной звольнения это его на грамадянская адрозная от уладов позиция. Они мне сразу ложат передо мной две уже полностью заполненные бумажки. В первой было написано, что якобы я отказался от объяснений, почему я приехал к 12 часам. И на этой бумаге, когда мне говорили, напишите, что вы с ней ознакомлены. Я пишу, что с бумагой ознакомлен, с содержанием не согласен, так как от объяснений не отказываюсь. Подписал, там фамилия, роспись. Второй акт. Там уже просто кратко написано акт об отказе от дачи объяснений на протоколе. Там уже стояло пять подписей. И передо мной сидят люди, я их спрашиваю, а почему здесь вы уже расписались? Я ничего не отказывался. Я вас сегодня первый раз вижу. И они махают головой, нет, мы вас уже видели. То есть очевидная ложь, служебный подлог документа официального. Отличались за гражданскую позицию студентов медицинских ВНУ. Лукашенко загадал не тримать в университетах тех, кто, мол, не хочет учиться и берет в дел в демонстрациях. Но праздник и час он изменил свою риторику и постановил, что их нужно принять назад, потому что эти студенты, на его думку, больше никому не нужны. Микита Князев после отличения приехал в Литву и протягнул там навучание на медицинском факультете. Пресс-коронавирус по куль отримовывая веды дистанционно. По-английски. Разница факультурных обучения заметна, даже находясь на дистанционном обучении. Конечно же, требования куда выше в Литве, в предприятийском медицинском возрасте, чем в Беларуси. И, конечно, это резкий контраст с тем, что происходило у нас. Да, учиться, конечно, стало сложнее. Однако языковый барьер для меня не является особой пригодой, поскольку у меня хороший разговор на английский. Недавно министерство працы рассказало про самые запотребованные профессии в Беларуси. Сярод. Их – медики. В системе охоты здоровья не хватает 6,5 тысяч працевников. За их 2300 вакансий для докторов. По залетесь Лукашенко сказал, что треба принять заходы, как не допустить великой плыни миграции лекарев. А уже после выборов заявил, как тех медиков, которые съедут на працу в Польшу, назад не примали. У нас, возможно, где-то есть даже и некоторый избыток специалистов. Проблема не в количестве. Проблема в качестве специалистов. Мы понимаем, что, как правило, уезжают из страны люди наиболее образованные. Это, как правило, уже состоявшиеся специалисты с многолетним опытом практической работы, с определенным багажом теоретических знаний, хорошо знающие иностранные языки. И когда уезжают даже несколько тысяч таких специалистов, это может привести к серьезному откату системы здравоохранения насад. Например, катастрофичный дефицит назирается в справе лечения патологии коленного сустава. В Беларуси был специалист международного здравоохранения в этой галине, травматолог-ортопед Яуген Жук. Лауреат премии Академии на ВОК сейчас працал ку технологии лечения патологии коленного сустава, чалец Международной ассоциации травматологов-ортопедов. Он працавал в 6 больнице, но 10 днём, подчас демонстрации, его затримали и сбили силовики. После чего он освободился на знак протеста. Сам Яуген Жук комментировать нам эту ситуацию отмывался, а летое, что операцию на колено у Минской шестерцы боли не робец, мы переконалися сами. Операцию на коленном суставе нужно сделать? Операции не делаются, всё закрыто на ковиде. А очередь, может быть, какая-то есть? Можно на неё встать? Всё на ковиде закрыто, никому ничего не делаются. Все люди ждут. А может сориентироваться, сколько примерно человек? Как стояли? Четыре года в очереди стоят? И три, да. И ещё не сделали операции. А так а ковид же у нас не три года? Ковид не три года. Люди стоят по три года. Если поставят вдруг на очередь, то ждать три-четыре года? Конечно, долго ждать. Долго. Я вам заранее говорю. Сегодня-завтра вам никто не сделает, потому что передача Мишина Родычма. После выбора освободили и директор РНПЦ кардиологии Александра Мрочака, который, на думку шматляких медиков, вывел белорусскую кардиологию на международный уровень. И он так само был автором больше, как 500 научных работ. Мрочак рассказывал, что не ведая причины своего освобождения, а не меркует, что таким чином его могли покарать за активность докторов с его установки, которые стояли на ланцугах солидарности. Об освобождении Мрочака поведомил министр охоты здоровья Дмитрий Пеневич. Який уж не уни заявил коллективу клиники, что задача, який теперь стоять перед министром охоты здоровья, потребует особливых керавников. Дмитрий Леонидович еще себя как министр не проявил. В целом. И какие-то решения, которые были бы ну такие знаковые для здравоохранения тоже. Я считаю, что в таких на высоких должностях управленческих, но в первую очередь должны быть специалисты, которые знают эту проблему. Но когда, скажем, человек, который всю жизнь был в армии, становится, ну, скажем, главным в торговле, условно говоря, да, ну, мне немножко непонятно, что он может там сделать. Андрей Любецкий, ведомый скивишный хирург. До 2016 года он працевал у четвертой дитячей больницы. Хирург расповедает, что на той момент специалистов его на узровню, которые работали скивишные операции детям, можно было перелечить на пальцах одной руки. Но не глядя на это, Любецкого вымусили звольница. Доктор, который шмат годов працевал у полторы-две смены, после народжения у семьи-шествердого дитя, попросил у кировниства позбавить его ночных дежурствов. Увы, никого ему не протягнули контракту. Любецкий перешел в приватную клинику, откуда не давно его звольнили, с политических мотивов. Мы поразмовляли с ведомым скивишным хирургом о проблемах, за какими сутыкаются докторы с активной грамотинской позицией. Про зарубки у сферах здоровья, так само про стан белорусской медицины. На сегодняшний день ведомый скивишный хирург Андрей Любецкий затриманы. А вот какое ваше опошнее место праца и чему вас оттуда звольнили? Называлась зубная симфония стоматологии на Матусевича. Собственно, там я и вел прием. Уволили меня оттуда в январе этого года, когда моего работодателя вызвали в министерство. Чтобы киев в приватной установе может быть тиск, так? Ну, что да, потому что не я один таким образом пострадал, и на сегодняшний день я не могу устроиться по той причине, что если мои документы берут, в частной фирме, их надо в течение где-то месяца подать туда же, откуда спустили по мне информацию, что я не должен работать там-то и там. То есть, если сказали так человеку, который ходил, узнавал, если ты хочешь, чтобы к тебе завтра пришли, пожалуйста, причем пришли не из министерства здравоохранения. Кто пришел? А кто может прийти? Ну, могут прийти, я не знаю, санстанция, МЧС, может те же силовики по какому-то полу, я не знаю. Никто не знает, но люди боятся. А вот что вы такого сделали, что вас звонили? Безусловно, я знал о тех издевательствах, которые чинят силовики. Я написал, что я не буду им оказывать помощь. Ну, то бишь, я не сказал, что я вообще не буду оказывать помощь, я сказал, что помощь я окажу любому экстренную, неотложную, даже если это будет условно Лукашенко, там, любой силовик. Я даже спрашивать фамилии не буду. Но если речь идет о плановой, то у меня есть абсолютное право не принимать человека. Вы працывали о приватных структурах, а так само и у державных. как ли поравновывать ваш заробок? Какий он был? Ну, если считать то, что мы работали все, в принципе, мои коллеги, больше, чем на ставку в больнице, это всегда была дневная работа и дежурство, то полторы, две ставки, это где-то на тот момент, я его озвучиваю, в долларах, где-то в районе 500-700, может быть, это максимум, но это с учетом того, что у нас вот те же операции по пластике губы нёба при расщилинах, они являлись высокотехнологичными, и за это шла надбавка. То есть, если брать голую ставку, это, безусловно, гораздо меньше, чем те пресловутые 500 долларов. Что касается фирм, то, конечно, все мои коллеги, которые работали и работают до сих пор в больницах, как я уже говорил о себе, они зарабатывают на фирмах. На коллеги. По большому счету, ту зарплату больничную можно заработать на одном-двух пациентах. А у тебя есть проблема у эдукации медиков? А я вам могу сказать так, выражением одного, это, в принципе, такой бородатый достаточно анекдот, хотя у него там пользовался один наш, я не буду фамилию называть, доцент, общаясь с одной профессором, он говорил, Люся, у тебя не прокладку, всю систему менять надо. А те, с чем гонориться белорусской медицине? Люди. Люди, специалисты. Что, в будущем ждут белорусской медицины? Если здесь останется вот это вот болото, то ничего хорошего не будет. Потому что здесь нужно реформировать всю медицину в том числе. Спасибо за щирую готирку. Если ласка. Черговые допыты ключовых отделников актуальных политических подеев в программе «Счиро кажучи» вы можете посмотреть так само на Smart TV и в группах Белсату на YouTube и в социальных сетках. Редактор субтитров А.Семкин